Предметный разговор продолжился на встрече сенаторов с правительством республики. Речь шла о реализации индивидуальной программы социально-экономического развития, разработанной совместно с Минпромторгом России, и о том, какие условия и меры помогут сделать работу более эффективной. Индивидуальную программу развития ЧУАШа утвердили 3 апреля 2020 года. Годичный опыт работы позволяет делать выводы и говорить о динамике. Для большей эффективности программных мероприятий и использования средств их синхронизировали с нацпроектами, стратегической программой развития республики, другими документами. Получился комплекс мер, направленный на достижение конкретных результатов, развитие малого и среднего бизнеса, жилищного строительства, сельского хозяйства, промышленности. Запланированный на прошлый год объем в целом выполнен. Обсуждая дальнейшие задачи, обменялись пожеланиями и предложениями. Все-таки пандемия показала, что нужно, наверное, по-новому взглянуть на материально-техническое обеспечение отрасли здравоохранения. В нашем случае в Чувашии острая потребность. Есть там федеральная программа сегодня понимания по строительству инфекционных больниц, но в нашем случае речь идет о строительстве большого больничного комплекса, который, так сказать, действительно необходим в свете текущей ситуации и нашей конкретной ситуации. Обсудили перспективы территории приезжающего развития. Сенаторы поделились своим видением, как поддержать их в масштабах всей России. — Отдельный вопрос, который злободневный самый, на самом деле, наверное, вот в этой повестке, он касается ТАСЭРов, он касается трехлетнего льготного периода по, значит, социальным выплатам, которые сегодня в обычном режиме составляют порядка 30%, да, а в льготном — 7,6%. И вот эти три года — это как раз та проблема, которая не позволяет, в принципе, инвесторам, что называется, играть в долгую, да, и, заходя, значит, в ТАСЭРы, планировать свою дальнейшую деятельность. И вот совсем недавно, буквально, как раз, когда приезжала большая делегация под руководством председателя правительства, наш губернатор выступил с инициативой, все-таки, чтобы этот трехлетний период был отменен, и сделать его на уровне 10 лет. Это было бы очень здорово, если бы нам удалось. Кроме того, Дмитрий Кузьмин отметил опыт Чувашии по ранней профессиональной ориентации школьников и некоторые другие проекты, которые хотел бы использовать в родном Кузбассе. Развитию горизонтальных связей будет способствовать и восстановление речного сообщения между субъектами. Между Чувашией и Татарстаном, в частности, проложат пассажирский туристический маршрут. Соответствующее соглашение подпишут уже в этом месяце. В ходе общения появилась дополнительная мысль, и я просил бы вас поддержать и поучаствовать, собраться как минимум министрами транспортов Приворского федерального округа и обсудить ровно те вопросы, о которых вы сейчас говорили. То есть это развитие речного транспорта, речного пассажирского транспорта, речного туристического транспорта и соответствующих объектов инфраструктуры для реализации данного направления. Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Ленар Сафин приглашение принял и, подводя итоги встречи, заметил, что визит в Чувашию получился продуктивным. Мы не приезжаем оценивать, мы приезжаем, наоборот, подсказать, помочь коллегам, где-то вот нашим, скажем так, коллегам на региональном уровне, как можно, скажем так, улучшить ситуацию, где можно лучше, скажем, эффективнее сработать, в какой программе можно себя найти, в том числе, естественно, сработать с федеральным центром. И основная еще задача наша заключается в том, что мы, как палата регионов, естественно, в первую очередь законодательный орган, мы смотрим на те проблемы законодательные, которые, допустим, сдерживают регионы, не дают им, в общем-то, эффективнее развиваться. По итогам встречи в Чебоксарах правительство республики сформирует перечень предложений, а сенаторы – рекомендации для повышения эффективности работы. Елена Гальперина, Юрий Марков, Республика.